Даня, включим запись. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы сегодня поговорим про недельный раздел ВШФ. Значит, первое, что я хочу сказать. Когда мы разговариваем вообще о людях того времени, чьи биографии, чьи поступки, чьи мотивы, желания описаны в Торе, то важно уберечься от двух ситуаций. Первое. Не следует думать, что это какие-то небожители вообще совершенно уникальные, которые вот, так сказать, с божественной сущностью. И второе. Не следует думать, что это какие-то древние примитивные люди, которые не только мобильного телефона, но даже и паровоза не видели. Значит, дело в том, что где-то полвека примерно уже как была раскопана библиотека Хамурапи в Междуречии. И археологи, значит, после того, как расшифровали клинопись, оказались обладателями колоссального массива письменных свидетельств о людях того времени. И вот выяснилось, так сказать, при анализе этих письменных свидетельств, что, да, конечно, мобильного телефона у них не было, и телевидения тоже не было, хотя были, например, газеты. Не бумажные, а глиняные, но тем не менее газеты. Так вот, люди того времени были такими же, абсолютно такими же людьми, как мы с вами. У них были внутрисемейные отношения, у них были отношения с соседями, у них были отношения с властью, с налоговой инспекцией, с чем угодно. Это были обычные, нормальные люди, и ничто человеческое им не было чуждо. И вот все, что я буду сегодня говорить, так сказать, это я беру себе в качестве эпиграфа, что мы обсуждаем совершенно нормальных, обычных людей. Хотя, конечно, столь великих, что они удостоились чести быть описанными в Торе. Итак, Яаков спущен в Египет и купил его потифар, сановник Паро, министр Палачей. Значит, ну, это 39-й перик книги «Берешит. Первый посуд». Значит, во-первых, я обращаю ваше внимание на удивительную параллель, на которую намекает Тора. Потому что ровно один перик назад, 38-й перик «Первый посуд» сказано, «И было в то время, и спустился Иуда от братьев своих». То есть Тора нам задает некий параллелизм в развитии сюжетов. Вот спустился Иуда от братьев своих, и там будет такая неоднозначная история про Иуду и Тамар. Мы ее сейчас не будем обсуждать, но она описана в нашем же недельном разделе. И спустился Иосеф в Египет. Только Иуда спустился сам, он, так сказать, вот, это было его личное желание. А Иосеф спущен в Египет. Значит, мы помним, что братья его продали в купеческий караван, и купцы его в качестве раба привезли в Египет на рынок рабов, и купил его потифар сановник Паро. И, следовательно, если это такая параллель между биографией Иуды и биографией Иосефа, то ожидаем, наверное, историю, связанную с женщиной, и действительно женщина там в этой истории будет еще как. Это момент номер один. Момент номер два. В Торе, так сказать, дается немножко странная специальность потифара, сановника Паро, что он министр палачей. Да? Вопрос. Что это такое, министр палачей? Ответ. Значит, в переводе на наш современный русский язык я бы сказал, что потифар работал руководителем Комитета государственной безопасности Египта. Или министром внутренних дел Египта там. Или министром государственной безопасности. Понятно, что поскольку он сановник Паро, поскольку он очень высокий чиновник в государстве, он не раб рабов Паро, а он непосредственно раб Паро. То есть это чиновник первой величины. То очевидно, что он не инструктирует там палачей, которые осуществляют пытки и казни, а он, так сказать, организатор всей вот этой системы. Значит, отметим себе, что Йосеф оказывается в доме министра государственной безопасности Египта. Значит, при этом подчеркивается вот эта вот важность потифара, потому что, значит, сказано, что он сановник Паро, министр палачей, муж египетский. Оба слова с большой буквы. Муж с большой буквы и египетский с большой буквы. Хотя в Торе больших букв нет, но тем не менее, по огласовкам, по коннотациям мы понимаем, что это какой-то очень-очень важный муж. И теперь два слова, да, надо было еще сказать, что вот я пользуюсь, вот видно, да, откуда я беру ту информацию, которую вам даю, книга эта существует. Значит, биография Йосефа в доме потифара. «И был Ашем с Йосефом, и был мужем преуспевающим, и был в доме господина своего египтянина». Опять же, так сказать, важного египтянина. «И увидел господин его, что Ашем с ним, и всему, что он делает, Ашем дает удачу в руке его. И нашел Йосеф милость в глазах его, и служил ему, и назначил его над домом своим, и все, что есть у него, дал в руку его». То есть, видя совершенно потрясающие, уникальные способности Йосефа, его желание работать и то, что в каждом деле Йосеф добивается выдающихся результатов, потифар назначает его, по сути, ну, как сказать, не мажордом, не начальник дома, а, в общем, главный хозяйственный служащий, то есть человек, который управляет всем в хозяйстве потифара. «И было с тех пор, как назначил его в доме своем и над всем, что есть у него, и благословил Ашем дом египтянина из-за Йосефа. И было благословение Ашем на всем, что есть у него в доме и что есть у него в поле». То есть, все абсолютно хозяйство потифара находится в руке Йосефа. «И оставил все, что у него в руке Йосефа, и не знал с ним ничего, а только хлеб, который он ест. И был Йосеф красив лицом и красив видом». Значит, я обращаю ваше внимание, это важно отметить, мы к этому еще вернемся, что Тора пять пасуков тратит на то, чтобы описать достижение Йосефа в доме потифара. И как у него все получается, и что потифар его назначает одним, другим, третьим и так далее, и так далее. Отметьте, что пять пасуков отведено на то, чтобы показать возвышение Йосефа в доме потифара. «И было после событий этих, и подняла жена господина его глаза свои на Йосефа, и сказала, ложись со мной». «Может отправить холодильник в гараже?» «Что такое?» «Нет проблем, нет проблем, я тебя слушаю». Значит, на эту тему есть очень интересный комментарий, не мой, что, вообще говоря, астрология была в Египте точной наукой. И если имелся у человека гороскоп, что ему надлежит быть там-то и тогда-то, значит, он неукоснительно следовал рекомендациям астрологов. Так вот, жена потифара, несмотря на то, что она, следующие две страницы, является главной героиней сюжета, Тора не упоминает ее имя вообще, что на самом деле странно, но будем называть ее потифарихой. Так вот, потифариха получила гороскоп, что от нее должен произойти Машех бен Йосеф. Она знала вообще про такие терминологии? Знала, предположим, да? Ну, что именно от нее должно произойти потомство вот от нее и от Йосефа и так далее. Интересно отметить, я начал с того, что параллельный сюжет Еуды и Йосефа. Так вот, Тамар, сначала невестка, а потом жена Еуды, тоже знала, что от нее должен произойти Машех. Вот такая вот параллельность. И сказала потифариха, ложись со мной. Да, она получила гороскоп, она хочет выполнить свою жизненную задачу. И отказался. И сказал жене господина своего, вот господин мой не знал со мной, что в доме, и все, что есть у него, дал в руку мою. Он не больше в доме этом, чем я, и не удержал от меня ничего, а только тебя, поскольку ты жена его. И как сделаю зло великое, да? То есть Йосеф пытается говорить с потифарихой на уровне обыденной такой логики, на уровне элементарной порядочности. Ну как же, господин всецело мне доверяет, а я заберу себе жену его. Это как-то нехорошо. Потифариха его не понимает и не слушает. И тогда Йосеф добавляет для него самого стопроцентный аргумент. И провинюсь перед Элогим, то есть, конечно, до дарования Тары еще 200 с лишним лет, да? И поэтому заповедь не прелюбодействуй, не пожелай жены ближнего своего и так далее, она нам еще не дана. Но, тем не менее, Йосеф вполне себе учился у папы соблюдению каких-то правил, да? И, в частности, он понимает, что лечь с потифарихой – это провиниться перед Элогим. Значит, она не воспринимает ни первый аргумент, ни второй аргумент. И было, когда говорила она Йосефу день-день и не слушал ее, лежать у нее, быть с ней. То есть, она, тем не менее, не оставляет своих стараний завладеть Йосефом, положить его с собой. И было в день тот, и пришел домой делать работу свою, Йосеф пришел, и нет мужа из мужей дома, там, в доме. То есть, Йосеф делает что-то, что он должен сделать, а в это время в доме никого нет. И единственный, кто есть в доме – потифариха. И схватила его за одежду, его сказав, ложись со мной. И оставил одежду свою в руке ее, и убежал, и вышел наружу. Значит, я обращаю ваше внимание вот на этот оборот. Йосеф, оставив свою верхнюю одежду, надо понимать, от нее бежит. Но дом – это же не хибарка, у которой дверь открывается на улицу. Он убегает на какое-то расстояние, но на улицу выходит уже совершенно спокойно. Тора специально употребляет два глагола. И убежал, и вышел наружу. Значит, тогда потифариха, женщина, естественно, обижена таким невниманием, что за дела, так сказать. Существует красивое соображение из области Медрашей, что потифар был евнухом. И, соответственно, жену свою удовлетворить не мог. Но поскольку это была безумно богатая семья величайших сановников Египта, то за свои деньги, что называется, потифариха могла иметь ровно столько самых красивых юношей, самых таких сексуальных и все такое прочее, сколько она хотела. И вдруг ей наносится такая обида, что кто-то с ней быть не захотел. Как же так, если я прошу, а он не хочет. И она хочет свою обиду реализовать и Йосефа как бы вот закопать. И позвала людей дома ее и сказала им, говоря, смотрите, привез нам мужа евреи смеяться над нами. То есть вот появился у нас раб еврей. Очевидно, что ни потифариха, ни прочие египтяне и даже рабы египетские не были чужды, по крайней мере бытового антисемитизма. Что вот этот раб еврей, который, так сказать, хуже всех вас, как мы все их не любим, и он еще над нами надсмехается. Пришел ко мне лежать со мной, и я позвала голосом громким. И было, когда услышал он, что подняла я голос мой, и позвала, и оставила одежду свою у меня, и убежал, и вышел наружу. Значит, обратите внимание, что потифариха прекрасно понимает, что хотя в доме свидетелей не было, но на улице кто-то был, и все видели, что Йосеф не выбежал из дома, а спокойно вышел из дома. Поэтому она говорит своим рабам именно так, как было. «Оставил одежду свою у меня, и убежал, и вышел наружу». То, что было на самом деле. Повторение фразы из 12-го пасука. «И убежал, и вышел наружу». Дальше возвращается в дом потифар. «И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом его, и говорила ему слова такие, сказав, «Пришел ко мне раб Иври, которого привел ты и нам смеяться мною, надсмехаться надо мной». То есть ты, муж мой дорогой, привел вот этого раба, а он надо мной надсмехается, и я уже на тебя обижен. И было, когда подняла я голос свой и позвала, и оставила одежду свою у меня, и убежал наружу». Обратите внимание, что здесь совершенно другой оборот. Если было сказано, во-первых, Тора в 12-м пасуке говорит «и убежал, и вышел наружу», и рабам она говорит «и убежал, и вышел наружу», то мужу она говорит «и убежал наружу». То есть она пользуется тем, что мужа в это время в доме не было. Он где-то занимался государственными делами. «И убежал наружу». И было, когда услышал господин его слова жены его, которая говорила ему, сказав «вещи такие сделал мне раб твой», и возгорелся гнев его. Значит, а вот теперь вопрос. Внимание, вопрос. А на что же возгорелся гнев Патифара? И я позволю себе утверждать, что гнев Патифара возгорелся на Патифариху. Не на Йосефа, а на Патифариху. Почему? Первое. Вот представьте себе, что возвращается Патифар домой от каких-то своих государственных дел. Опять-таки, дом его – это не хибарка, у которой единственная комната и дверь на улицу. Дом его – это дворец, много помещений и все такое. И вот он оказывается во дворе, перед своим дворцом. Очевидно, тут, что называется, это даже не надо обсуждать, что здесь уже он встречает каких-то людей. Садовник, привратник, я не знаю кто, у него во дворе вокруг дворца. И, так сказать, первое. Ну, вот возвращается хозяин домой после долгой отлучки. Значит, что он должен сказать, ну, как у вас здесь дела, что нового в доме, так сказать, да, нормальный вопрос. И совершенно очевидно, что поскольку Патифариха три пасука назад собрала всех людей дома, то это, так сказать, вот событие, которое произошло между Йосефом и Патифарихой, оно очевидно, так сказать, для всех важно, интересно. Все хихикают, а вот там нашей госпоже-то натянули нос и так далее. И, наверное, Патифар тут же получает первую информацию о том, что на самом деле произошло. Это момент номер один. Момент номер два. Патифар прекрасно знает Йосефа и его моральные качества. Не зря Тора нам пять пасуков описывала судьбу Йосефа в доме Патифара и его постепенное возвышение. И момент номер три. Патифар видит, что Патифариха ему врет. Патифар говорит, что она говорит не то, что было на самом деле. Он вышел, Йосеф вышел наружу, а Патифариха, говорит, убежал наружу. И по совокупности этих трех событий возгорелся гнев Патифара на, естественно, Патифариху. И Патифар прекрасно понимает, что в этой ситуации, в ситуации такого отношения Патифарихи к Йосефу, дальнейшая судьба Йосефа в доме Патифара невозможна. И нужно куда-то Йосефа переместить. И взял господин Йосефа его и поместил его в тюрьму, место, где заключенные царя заключены. И был там в тюрьме. Пасук 20-й, перека 39. Я обращаю ваше внимание, давайте отметим себе, что в этом 20-м Пасуке про Йосефа не сказано, что он один из осурим, что он из заключенных в тюрьме. Патифар его поместил в тюрьму. И я думаю, что... Ну, вот дальше я попытаюсь вам еще по тексту Тора показать, что произошло именно так и никак иначе, что министр государственной безопасности Египта Патифар отправил Йосефа, значит, он же уже прекрасно знает возможности Йосефа. Йосеф прекрасно обращался с его хозяйством, с домом, полем, с многочисленными рабами и работниками. Так сказать, все у Йосефа в руках кипело. Так вот, я утверждаю, что Йосеф был отправлен в тюрьму в должности незаключенного, а следователя по особо важным делам. Что Патифар его отправил в тюрьму для того, чтобы, по крайней мере, на этом фронте у него все было в порядке. Потому что понятно, что теперь Патифару придется самому заниматься домашним хозяйством и так далее, то, что раньше делал Йосеф. Так вот, пусть хоть за дела в тюрьме у него не болит голова. Значит, и я обращаю ваше внимание на то, что возвышение Йосефа в доме Патифара описано пятью пасуками, а возвышение Йосефа в тюрьме в один пасук. И был Ашем с Йосефом, и склонил к нему милосердие, и дал милость ему в глазах начальника тюрьмы. Точка. Я обращаю ваше внимание, что если в доме Патифара, например, Йосеф мог работать в одном месте, в другом месте, в третьем месте, и там у него все получается, и там получается, и там получается, и, так сказать, его Патифар возвышает, то в тюрьме, вообще говоря, это только в советских или немецких концлагерях заключенные работали. В тюрьме люди сидят и ничего не делают. Из чего бы это Йосефу демонстрировать начальнику тюрьмы свои способности, удачливости и так далее? Вывод только один, что, отправляя Йосефа в тюрьму, Патифар дал начальнику тюрьмы вполне четкие указания, как, в какой должности, на каком месте использовать Йосефа. И дал начальник тюрьмы в руку Йосефа всех заключенных, которые в тюрьме, и все, что делают там, он делал. Начальник тюрьмы не видит ничего в руке его, потому что Ашем с ним, и в том, что он делает, Ашем дает удачу. Итак, Йосеф занимает должность следователя по особо важным делам Египта. Я настаиваю именно на, ну, по-египетски это могло называться как угодно, но в нашем современном понимании это вот так. Почему? А потому что в следующем пасуке, и было после событий этих, провинились Виночерпий царя Египта и пекарь господину своему царю Египта, и разгневался порой на двух сановников своих, на министра Виночерпиева и на министра пекарей, и дал их под стражу в дом министра палачей, то есть в ведомство Патифара, в тюрьму, место, в котором Йосеф, и назначил министр палачей, то есть Патифар, Йосефа с ними и служил им, и были дни его под стражу. Так вот, назначил Патифар Йосефа с ними, это не значит, что Йосеф там убирал их камеру или подавал им еду или что-то в этом роде. Это значит, что Йосеф был назначен Патифаром для того, чтобы разобраться с виной одного и виной другого. Значит, нам говорит наша традиция, что Виночерпий провинился тем, что в чашу, которую он подал Паро, туда попала муха, а пекарь провинился тем, что в какую-то выпечку для фараона попал камешек в булку, которую подали фараон. Значит, и Йосеф должен с ними разобраться. Смотрите, вина, в общем, у этих обоих товарищей большая. Они подали фараону некачественный напиток и некачественную еду. Но эта вина принципиально разная. Вина пекаря состоит в том, что плохо просеял муку. Есть на свете сито, да, и нужно качественно просеять муку, чтобы никаких камешков там в ней не было. Что за проблема? Это дело рук. И вот если из хорошо просеянной муки замешано тесто и сделана выпечка, то никакого камушка там не будет. Значит, пекарь виноват в том, что он по недосмотру, по лене, так сказать, или сито некачественное сделал вот такую бяку для фараона. То есть в любом случае он реально виноват. Теперь, в чем вина виночерпля? Он взял чистую чашу, он налил в нее вино, он подал ее фараону, а тут муха летает. И вот эта муха в тот момент, когда чашу подают фараону, она попадает в чашу. И человек здесь как бы не очень виноват, потому что муха, существо живое, полетело и попало. И он этого действительно реально мог не заметить. То есть вина пекаря прямая, вина виночерпля косвенная. И вот с этим должен разобраться Йосеф. Ну, Тора дальше нам описывает замечательную ситуацию. Вообще говоря, современная наука уже знает после всяких экспериментов, что то, что мы видим во сне, на самом деле это превращение какой-то вот нашей реальности. То, что мы реально знаем, видим, имеем опыт, прочитали, услышали. И вот это в наших снах каким-то образом трансформируется. И вот два сна. Сон пекаря и сон виночерпля. Сон пекаря. Сначала сон виночерпля, первый. И рассказал министр виночерпи в сон свой Йосефу. И сказал ему, во сне моем и вот лоза передо мной, и на лозе три ветви, и она как зацвела, поднялись почки, созрели в гроздях ее виноградины, и чаша поро в руке моей. И я взял виноградины, и выжил их в чашу поро, и дал чашу на ладонь поро. Значит, обратите внимание, как описан сон. Сон – непрерывное движение. Причем половина сна – это движение природное. Ветви на лозе зацвели, поднялись почки, и созрели виноградины. То есть вот три глагола в одной фразе – поднялись, созрели, зацвели, поднялись, созрели. И вторая часть – это уже действие самого виночерпия. И взял я виноградины, и выжил их в чашу поро, и дал чашу на ладонь поро. То есть виночерпий хочет действовать. Он готов действовать. Он весь в действии. И поэтому Йосеф в обвинительном заключении пишет на самом деле простую вещь, что виночерпий не виноват. Что все, что произошло – это случайность. И поро может, не сомневаясь, вернуть виночерпия на его должность. Но говорит об этом он и сказательно, что вот через три дня поднимет поро голову твою и вернет тебя на место твое, и дашь ты чашу поро в руки его. На самом деле это заключение следователя Йосефа. Дальше идет второй сон. Сон пекаря. Значит, и увидел министр пекарей, что хорошо истолковал, и сказал Йосефу. Так же я во сне моем, вот три корзины плетеные на голове моей, и в корзине верхней из всякой еды поро, изделия пекаря, и птица ест их из корзины над головой моей. И ответил Йосеф и сказал, три корзины – это три дня, и через три дня поднимет голову твою с тебя, и повесит тебя на дереве, и будет есть птица плоть твою с тебя. Значит, чем отличается сон пекаря от сна виночерпия? Тем, что пекарь продолжает быть пассивным. То есть вот у него корзина, в которой всякая выпечка для фараона, и птица клюет из этой корзины, так ему лень даже отогнать птицу. И Йосеф пишет в обвинительном заключении. Пекарь реально виноват. Такого лентяя до фараона допускать нельзя. Точка. И через три дня пекаря вешают. Таким образом, на всех постах, которые получает Йосеф в Египте, он себя великолепно проявляет. И у птица, когда он прошел путь просто от купленного раба до главноуправляющего в хозяйстве, и в тюрьме, где он блестяще справляется с должностью следователя по особо важным делам. Значит, остается ему, что видел он в своем вещем сне еще раньше, раньше, так сказать, когда он жил еще в семье, ему остается занять свою самую высокую должность, должность вице-фараона Египта. Речь об этом в следующем недельном разделе. Спасибо за внимание. Окей. Очень интересно, очень рационально, очень понятно, с точки зрения всех действующих лиц. Если есть вопросы к доктору Леницу, он же уважаемый Юра, пожалуйста, скажите. Значит, отвечаю на первый вопрос Ефима, значит, насчет, где была та Ешива Эвера. Значит, где она была территориально, никто не знает, но согласно расчетам Раши, между выходом Яакова из дома отца своего, из Ицхака, и приходом его в Харан прошло 17 лет. Это, так сказать, четко считается по тексту Торы. И вот согласно нашей устной традиции, эти 17 лет Яаков учился в Ешиве Эвера. Он, так сказать, углублял свои знания Торы, которые, как мы помним, он получил и от дедушки, и от папы, а еще и от Эвера. Вот. То, что я на эту тему знаю. Территориально не представляю. Ну, где-то была. Понимаете? Я думаю, что в те времена Ешива это было не Махон-Мир, не многоэтажное здание, да, каменное. А это был шатер где-то установленный, где собирались ученики и учители, о чем-то они там беседовали. Мне кажется, так. Окей. Ну, хорошо. Если больше вопросов нет, я предлагаю, давайте перейдем ко второй части нашего занятия. Да. Я хотел вот как бы развить эту тему снов, о которой Юра упомянул как бы в конце, но в таком более метафизическом смысле. У коронапарада есть замечательная статья, она мне очень понравилась, которая вообще, говоря, пытается объяснить сны, но даже не столько как бы, не только объяснить, но и как бы подкупить правдивостью тем, что выстраивается некоторая... Сейчас, секунду. Тем, что выстраивается некоторая общая глобальная линия, которая проходит через всю книгу Брешит и вообще захватывает даже наши пророчества Ишаяу, книга пророков и даже наши дни. И вот это как бы, когда вся картина, она представляется сначала взятая как бы в увеличенном виде, вот, макро, а потом детали, мы сейчас их посмотрим, а потом она представляется как микро, вот, то это, на мой взгляд, это создает такую очень капитальную картину. Итак, значит, у него статья, у Ханан Парад, она очень интересная, как бы назван, называется «Холом Гадор Микулан». То есть в самом названии уже есть как бы общая генеральная линия, а именно, как бы приблизительный перевод на русский язык, он такой «Самый великий сон» или «Сон великий, более великий, чем все остальные», скажем так. Ну, как бы в скобках от себя скажу, что вообще на самом деле, ну, то есть не на самом деле, вот слово «Холом», да, на иврите, на таком сленгом, иврите, идише, вы знаете, многие употребляют это слово, называется «Холомис». Вот «Холомис» — это то, что по-русски даже не могу сейчас найти как бы составление. Ну, это вещи несерьезные, это вещи, о которых человек тебе рассказывает что-то, и как бы ты видишь, что это неосуществимо, что это далеко от реальности. Это называется «Холомис». И сегодня человек тебе говорит, а оставь все это «Холомис». То есть как бы это все нереально и невозможно осуществить. Но вот здесь вот как бы идея в том, что это именно не «Холомис», а это «Холом». Причем это «Холом», как бы капитальный «Холом». И давайте спустимся как бы впройти, мы посмотрим. Во-первых, у него как бы есть такой зачин, второй, такой сильный звук, а именно эта фраза мы посмотрим дальше из «Равкука», которая звучит так. «Ахоломот акдулин ясот улам гэм». То есть великие сны являются основой этого мира. И это вот как бы прямое противопоставление тому, что я от себя что-то такое искал «Холомис» или что-то такое надуманное, нереальное. И даже я бы осмел сказать, то, что можно как бы понять из психоанализа, из Фрейда, что это отработка нагруженного в течение дня, это какие-то комплексы, которые поднимаются в человеке. Ну как бы другая тема, совсем другая тема. Вообще как бы утверждается, что вот такие сны, как были у Юсефа, а до этого мы изучали Якова, да, вот эта лестница, что эти сны ни много ни мало – это вообще основа как бы мироздания. Как это понять, трудно. Давайте посмотрим. Да, и как бы Ханан Парад говорит, что вот эта вот фразу про то, что такие великие сны – это они основы мира. Это пишет Раф Кук в своем книге «Орот Акодыш» – «Огни святости». Теперь давайте посмотрим. Вот в наших двух недельных главах, ту, которую мы сбираем Аешев и следующая Микетц, да, мы становимся как бы свидетелями шести снов. Сейчас у нас идет такой некоторый бухгалтерский перечет, чтобы вы понимали вход в тему, что за сны, как их можно разделить, на какие группы, да. Давайте посмотрим. Значит, у нас есть шесть снов, правильно? Эти шесть снов, они появляются парами. Они парные, это тоже интересно. Значит, какие шесть снов? У нас есть два сна Юсефа. У нас есть два сна – Виночерпи и как бы Хлебопекарь. Ну, не Хлебопекарь, но ответственного за пекарню. Ну, неважно, будем называть Хлебопекарь и Виночерпи. Это то, что упомянул Юрий Линец, да. У нас есть два сна фараона, которые будут в следующей главе. Вот они выступают, как вот есть такая шестерка. Значит, Ханан Парад как бы проводит такую линию, что эти сны, они отличаются по своему, то, что на Юрите называется, Маут. Маут – это по своему, по своему смыслу. Даже смысл – это Машмаут, а Маут – это от слова по своей сущности. Посмотрим, в чем они отличаются. Во-первых, чисто технически. Если мы посмотрим на сны из всех этих шести снов, четыре сна, а именно сны Виночерпи и Хлебопекаря и сны фараона, в скобах от себя скажу, сны неправедников, и, наверное, поэтому в этом их отличие, они отличаются от слов Юсефа, что Юсеф, как правильно объяснил доктор Линец, вот до фараона мы еще не дошли. Во-первых, там есть некоторая логическая как бы линия, которую, по-видимому, Юсеф может и смог раскрутить, да, и как бы представить это в виде как бы некоторой реальной вещи, которая была тут же принята той стороной, которая оценивала, оценку его, отгадку его снов. И то же самое со снами фараона. Мы посмотрим дальше. Юсеф представил как бы картину, которая как пазл, в которой все сложилось одно в другое. И поэтому как бы фараон сказал, ну, тут вообще говорить нечего, все сложилось, он все объяснил, ну, и как бы потом он уговорит, послушайте, так все круто объясняешь, ну, то ты должен и заняться всем этим. И это, по-видимому, опять же, забегая вперед, это, видимо, было отличие того разгадывания, которое предложил Юсеф, от того, которое предлагали Хартумин. То есть там колдуны, маги, те, которые занимались магией в самом этом, потому что они придумали всякие отвлеченные схемы. А фараон чувствовал, что это очень близко к действительности, должно быть что-то, что-то такое реальное. Так вот, в отличие от всего того, что я сейчас сказал, да, и самое главное, что в этих снах, мало того, что они были привязаны к реальности, они были близки ко времени их осуществления. То есть они не были разорваны, там не было исторической перспективы далекой, большой. Ну, в случае фараона, там было 7 дней таких, 7 дней таких. Но речь не идет, не речь не идет. Про десятки лет, не говоря уже потом о сотни годах и о тысячах годах мы посмотрим. Почему? Как бы это я говорю. Ответ такой, что это были сны не людей такого формата, как Яков или Юсеф. Когда мы смотрим на сны Юсефа, то мы видим, что эти два сна, сейчас мы их будем разбирать, во-первых, они непонятные, и во-вторых, они явно не связаны с близкой действительностью. Если первый... Ну, давайте посмотрим, да? Значит, первый еще так-сяк мы можем как-то понять. Первый, да, вы помните. Первый – это когда Юсеф рассказывает братьям о том, что вот они вышли в поле и вяжут снопы, и он видит, что есть сноп Юсефа, есть снопы 11 братьев. Они ему поклоняются. И как бы здесь более-менее, если мы хотим найти какую-то рациональную разгадку, вот она более-менее прозрачна. Снопы – это урожай, это пропитание. И если снопы окружающих кланяются снопой этому, мы им говорим, что снопы – это пропитание, то как бы довольно просто прослеживается как бы линия разгадки, если так можно сказать, о том, что пропитание Юсефа будет сильнее, чем пропитание остальных. И более того, остальные будут зависеть от него. И на самом деле мы видим, что разгадка как бы вот этого первого сна, она совершенно четко ложится на ту историческую действительность, реальность, которая произойдет достаточно быстро, когда будет голод в земле Кнаан, и когда братья будут вынуждены спуститься в Египет для того, чтобы запастить продовольствие. И Юсеф превратится в человека, который на иврите, из пасука называется. Как он называется? Он называется «машбирлы колярц». Это тоже очень интересное слово, слово «машбир». «Машбир» – это что-то типа пропитатель. Тут, кто обеспечивает пропитанием, тут написано «все земли». По-видимому, речь была даже не только о Египте, а вообще о близлежащих землях. Они все запускались в Египет для того, чтобы воспользоваться теми запасами, которые были сделаны по указаниям Юсефа. В скобках скажу. Для тех, кто был в Израиле, в Иерусалиме, меня, я помню, ну, как и остальных, наверное, довольно сильно поразило, поскольку, как бы, уже, ну, в общем, более-менее недельный раздел, а в самом деле такие известные, мы, как бы, уже знали, изучали и так дальше. И вот ты приходишь в большой торговый центр в центре Иерусалима. Он называется «машбир». Ты думаешь, нет? Вообще потрясно. Почему тут «машбир»? А оказывается, «машбир» – это как раз вот от того самого «машбира», который от того самого Иерусалима Йосефа, который назвал «машбир». Честно говоря, кто-то может посмотреть специально, я до сих пор не очень понял, какая связь между словом «пропитание» и «шефир». Как, кстати говоря, от слова «машбир», вы понимаете, да, что это «ефиль», то есть это тот, который обеспечивает, активное, да. А вот есть существительное или глагольное существительное, которое называется «шефир». И у нас это тоже будет. «шефир» – это «пропитание». Но это даже не только «пропитание», «пропитание» тоже, наверное, во многих языках, в том числе и в русском, есть несколько синонимов для «пропитания». Например, на иврите есть слово «мазон». «Мазон» – это просто питание, вот там типа детского питания, да. А «шефир» – это что-то другое. Я думаю, да, и кроме того, основной как бы смысл слова «шефир», не связанное по прямому смыслу со словом «пропитание» «шефир» – это разлом, кризис. Вот «машбир» – это не «пиэль», да, именно «пиэль», а не «ефиль», да, от слова, опять же, «шефир». Не «машбир», а «шефир». Вот «шефир» – это кризис. «Машбир» – слиха. Это на иврите кризис. Я думаю, что слово «шефир», «машбир» – это что-то связанное с тем, что это как бы ситуация, либо человек, который может, как по-русски сегодня говорят, разрулить ситуацию, да, и как бы разрулить вот этот вот кризис. И то, что было кризисом до этого, исправить его, и в данном, в конкретном нашем случае, да, это ситуация, которая связана с кризисом продовольственным, и тот, кто дает, обеспечивает продовольствие, снимая этот кризис, он, по-видимому, называется «машбир». Во всяком случае, если вы будете в Иерусалиме, я надеюсь, что будете, да, у нас уже есть новый «машбир», есть старый «машбир». Вот «машбир». «Машбир» – это большой торговый центр. Теперь продолжаем дальше. Ну, так вот. То, что касается этого первого сна, мы можем сказать, что-то более-менее понятно. Теперь дальше. Вот второй сон – это сон космический. Это какая-то космология. Она совершенно непонятна. Ну, тоже как бы фактаж, вы знаете. Фактаж, что Юсеф рассказывает второй сон и говорит, что в этом сне Солнце, Луна и 11 звезд поклоняются ему. Совершенно непонятно. Значит, во-первых, почему звезды? Когда-то там были снопы, ну, хорошо, снопы, «машбир», как бы мы это уже можем понять. Звезды, космология – совершенно непонятно. Если это привязывать к семейной ситуации, то как бы явно прослеживается как бы нить. Какая? 11, прежде всего, Солнце – это отец, то есть Яков. Луна – это мать, Рахель, а 11 звезд – это как бы братья. И вот они им все поклоняются. Сейчас не говорю о том, что… Сейчас, секундочку, Дина, я выключу ваш микрофон, потому что… Окей. Я сейчас не говорю о том, что эти сны дико раздражали братьев, особенно последний из них, он их дико задел. Мы сейчас посмотрим, как они это выражают. Сейчас, секундочку. Да, окей. Они их дико раздражают, никто их не понимает, но тем не менее, они вызывают какое-то у братьев неприятное чувство. Почему? Потому что из того, что сказано, И вот солнце, луна и 11 звезд поклоняются мне. Они видят, что это какое-то… Речь идет, речь идет о каком-то захвате власти. Речь идет о том, что кто-то вознесется над ними и отберет у них что-то, связанное с властью. В скобках скажу. Понятно, что как бы все знали про истории нелицеприятные, скажем так, борьбы между Авраамом и между Искахом и Ишмаэлем. Между Яковом и Исавом. То есть была некоторая семейная традиция, в которой явно последовало с нитью о том, что тот, кто получает наследие в виде брахи, которую получил Авраама от Всевышнего, идет борьба между детьми за тем, кто будет продолжать эту линию. И, по-видимому, это была как бы горячая точка. По-видимому, это то, что задело братьев. Они увидели в этом угрозу. В скобках скажу опять, потому что как бы невозможно не растекаться по древу. Это одно из оснований, одно из причин, которые дает основание комментаторам в каком-то смысле оправдать действия братьев. Почему? Потому что в плоде того, что можно понять, что они приписывали Йосефу чуть ли не Дин Рудеф. Дин Рудеф – такое глаголахическое, очень жесткое определение человека, который тебя подвергает, еврей, который подвергает тебя смертельной опасности. И в их глазах они могли это чувствовать, что в этом есть смертельная опасность, что он хочет у них все отнять. Почему? Потому что они негодовали. На еврейском есть слово тоже, очень интересно, называется «гаар». «гаар» с «айном» даже не только негодовать. Это означает так вот осадить, вскричать, сделать такую гневную реплику. Вот это называется «гаарбо». «Гаарбо» – это когда один человек говорит другому «Ты что такое? Как ты смеешь такое делать?» И как бы рационально ему объясняет. Вот это называется «гаарбо». То есть это явно отрицательное, это явно яростное предупреждение. Они ему говорят. То есть они, не понимая смысла этих снов, они тем не менее тут же просекают, как бы делают трансформацию, чем это им грозит. И они ему говорят. «Амлох, темлох, алэну, им машоль, темшоль, бану». Слушай, потрясающая фраза. Почему потрясающая? Я вам скажу, потому что здесь есть два вида. Они говорят о двух видах управления власти, и они как бы упрекают или подозревают Йосефа в том, что он хочет отнятие первое и второе. Первое – это то, что упоминается вторым. Машоль, темшоль. Мшоль – это править. От этого современное слово «мэмшала». Это управление. И это, по-видимому, то, что был Йосеф, то, что было в Египте, он управлял всеми. Он был большим начальником, грубо говоря. Но они-то видят в нем гораздо большую опасность. Они ему говорят. «Амлох, темлох, ты воцаришься над нами». Мало того, что ты хочешь быть как бы главным управленством, ты хочешь всем управлять в семье. Ты хочешь от нас все забрать? Ты хочешь, чтобы все как бы царственное тоже перешло к тебе? Вот это как бы вот эта позиция братьев. Теперь посмотрим другой расклад. А что с Яковом? Яков, да? Яков насторожился. И тут интересная тоже ситуация. Ханаппарат про это не пишет. Мне сейчас пришло в голову. Может быть, Яков. Если есть у кого-то соображение, мысль и так дальше, вполне можно перебивать. Нет никаких проблем, да? Яков по-видеому, у него был опыт сновидца. То есть у него был опыт человека, который видел сон на уровне Юсефа. И, наверное, наверное, он чувствовал в этом, что в этом есть глубина, в этом есть смысл, и в этом есть историческая перспектива и какое-то предсказание, предназначение. Но, тем не менее, как бы, играя перед братьями, да, и в смысле пытаясь установить, как бы, шолом, мир в семье, да, он, как бы, с одной стороны, он, как бы, принижает и делает вид, что он ничего не понял. Не хочу сказать, что он играет под дурачка. Нехорошо говорить про Якова Вину, но он, как бы, он что ему говорит? Это что за сны, которые ты видишь? Что это такое? Как будто вообще он не понимает, о чем идет речь. И продолжает и говорит. А вон, а вон они, вимха, вэахиха, лычтехавотлыха, аркса. Что это за сны такие? Ты что думаешь, что мы придем все, я, твоя мать и твои братья, и будем в себе, будем тебе до земли поклоняться? С чего ты взял? Что это такое вообще? Чеханаппарат говорит, что, с одной стороны, по-видимому, Яков, для того, чтобы как-то уесть Йосефа, поставить его на место и, как бы, складить вот этот конфликт, который он чувствует, что он зреет в семье, да, ужасный конфликт, который мог закончить, закончится просто смертью Йосефа, да, он находит техническую деталь и, как бы, уедает Йосефа, он ему говорит, ну, хорошо, предположим, я могу тебе поклониться, ну, то есть, как бы, это реально. А 11 братьев тоже могут поклониться, ну, при чем здесь мать? Мать давно умерла. И он, как бы, на этом техническом основании, техническом основании, он зарубает эти сны и, как бы, объясняет братьям, говорит, да не, ну, это ерунда, все чушь собачья, не обращайте внимания. Он такую ерунду говорит, что мать ему будет поклоняться, мать давно не вживую, как такое может быть? Но при этом, смотрите, потрясающе, потрясающе. Чем кончается вся эта пороша, вся эта история про сон? Потрясающим пасухом, потрясающей фразой, которая, вообще говоря, переворачивает все то, что было сказано до сих пор по поводу отношения Якова к снуу Юсефа. Сказано бы, «Авив шамар – это дворо». О, а Яков шамар сохранил, наверное, было бы лучше, по-русски сказать, «попомнил». Сохранил в памяти. То есть у него это врезалось, у него это осталось. Почему? Потому что он, видимо, в своем втором обличии не отца, который хочет, прежде всего, мира в семье и Шолома, чтобы не было разногласий, чтобы не было снова, как Ицхак и Ишмаэль, как Яков, как он и его брат Исаав. Он хочет, чтобы это было по-другому, с одной стороны. С другой стороны, он чувствует силу в этом и как человек, который тоже обладает пророческим видением, он чувствует, что в этом не просто что-то есть, а он чувствует в этом огромную историческую перспективу. Какую? Давайте посмотрим дальше. Теперь смотрите. Сейчас начнется разгадка. Нам Ханан Парад, вместе, как бы, идя после Дам Мудрецов, дает прямую разгадку сна Иосефа. И поэтому следующий параграф, он заглавлен так. Иосеф Холэм в Иошо Махшим. Иосеф мечтает, а Иошо, и ждет про Иошо Бенуна, он осуществляет. Слово Лахшим тоже. Я всегда не упускаю возможности как-то для тех, кто знает иврит, либо начинает учить, либо его можно как-то завлечь вообще, чтобы он начал изучать иврит. Я стараюсь вставлять какие-то вещи, мне кажется, очень интересные. Смотрите, на иврите Холэм мы разобрали, да, очень интересно. А кроме того, слово Махшим потрясное. На иврите Гешем это дождь, правильно? Так вот, на иврите слово осуществлять, материализовать, реализовать, назвать слово Махшим от слова Гешем. Как? Ну, каждый, наверное, сможет как-то выстроить свою схему сам, Мазамыч, по-моему, очень интересно. Но возвращаемся к нашим делам. Итак, давайте посмотрим эту схему, как это получается. Говорит Ханан Парат, вот смотрите, приходит Хазаль, в смысле, давайте обратимся к мудрецам, Хазаль, и давайте посмотрим, какое удивительное, неожиданное объяснение дают его этому сну. и относят нас далеко-далеко в исторической перспективе от книги Брешит, где мы сейчас находимся, в поколение захватчиков, либо освободителей, скажите, как угодно, кувшей Кнаан, Кнаана, о том, что мы в книге в книге Йошуа. В книге Йошуа есть потрясающее описание, тоже космология. Можете посмотреть 84-я глава, 11-я книга. А, слегка, 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 слегка. Это нет, нет, нет. Это я сейчас вам даю ссылку на сборник Медрашей, Медраш Раба. Давайте посмотрим практически, как бы дословно, что жалко пропускать. Итак, «Амар Раби Ицхах», сказал Раби Ицхах. «Как Амар Йошуа Лышемеш», так сказал Йошуа Солнцу. «Эвид биш шекмодха». Потрясающая фраза. «Биш» – это плохое слово. «Биш» – это позорный, срамный, нехороший. «Буша» – это стыд. Йошуа обращается к Шемешу, к Солнцу, и говорит ему «Эвид биш кмодха». Презренный раб такой ты. «Разве ты не являешься приобретением моего отца? Или вообще ты не купленный моим отцом? Почему?» «Разве не так видел тебя отец мой в своем сне? Как сказано, и вот солнце, луна и 11 звезд поклоняются мне». Поклоняются, то есть ты раб. И он ему говорит «Йошуа афата дом лафанай». «И ты тоже замри передо мной». Слово «дом» тоже очень интересно. «Дом» это молчать. Если у кого-то есть как бы, ну вот у меня сразу алитерация, дальше мы будем читать, или в предыдущем недельном, в предыдущем цикле Торы мы читали ужасная история, как погибли два сына Аарона, первосвященника Нада Веавиу при впечатляющем мероприятии освящения Скини. И там было тоже сказано «Ваядом Аарон». Ваядом стоял безмолвно. На современном иврите, так что приходят в голоду, в армии, когда есть караул, вот и в какой-то момент, когда кто-то там проходит мимо него или что, соответствует какой-то церемониалу, ответственная за караул, за аппарат, не знаю как, он говорит «А мишмар я ворлы дом». Мишмар, то есть как бы почетный караул, я вор, перейдет в статус чего? Дом. То есть по-русски стоять по стойке смену. Да? И вот возвращаясь к Йошуа, Йошуа говорит «И ты в соответствии с тем, что мой отец как бы завладел тобой, в сне увидев, как ты поклоняешься, я тебе говорю остановись безмолвно». как сказано, а вот здесь уже идет цитата из книги Йошуа, как сказано «Азьедабер Йошуа» и начал говорить Йошуа, и он сказал, смотрите, каждая фраза важна «Лейней кол Исраэль» и сказал перед глазами Израиля, то есть перед глазами, это нам важно будет дальше, всех колен. Дальше он сказал потрясающую фразу, которую все знают наизусть «Шемеш бы гевон дом в яреях бээмек яалон». Солнце в гевоне дом, стой смирно, не двигайся, в яреях бээмек яалон, а бээмек яалон в долине аялон, луна, застыньте, то есть он тем самым приказал им остановить движение, то есть остановить часы, чтобы застыли и те двое, которые отвечают за дневное время. И что дальше сказано? Мияд, и сразу после этого следующий посол говорит, что произошло? Ваядома Шемеш, и застыл по стойке смирно Шемеш, солнце, в яреяхамат, и луна тоже не двигалась, стояла, до чего? Адьякум гой ойвав, до того момента, как отомстит своим врагам, народу своих врагов. Как это сказано в книге Йошуа, можете посмотреть в 10 главе 12-12 стих. Вот какая, вот какая да, Йошуа, надо сказать, дальше будет сказано, он из потомков Йосефа. Вот так, так, это сейчас, у нас сейчас будет несколько, как бы, Равадим, несколько слоев. Вот это первый слой, как бы такой логический, рациональный, если так можно сказать, осуществление разгадки космологического, космогонию, который видел Йосеф в продолжении его потомка Йошуа бенуна. Дальше, она пора говорить, что это потрясающее объяснение, схоже на котором, вообще нету ни в каких классических комментариев в Торе. он, тем не менее, похоже, очень здорово ложится на пшат самого Писания и дальше говорит, давайте посмотрим, насколько близко ложатся все детали. Детали между сном, который видит Йосеф, солнце и луны, которая поклоняется Йосефу, свое сне Йосефа, между солнцем и луной, которые стоят по столбке смирно, либо замерли, перед Йошуа, который из Мизера и Йосефа, который из потомков Йосефа. И даже, говорит, можно понять, что 11 звезд, про которые говорит Йосеф в своем сне, это на самом деле можно понять, что это колено Шифте Исраэль, колено Израиля, которые стоят перед Йошуа, в полном изумлении, преклоняются перед силой того, что может сделать Йошуа, да, и откуда это видно? Это видно из того, что, как я это уже упоминал выше, сказано, воем Исраэль, и он сказал это, Йошуа сказал это перед глазами Израиля, то есть всего Израиля, всего Израиля, это всех Шватим, а вот дальше у нас начинается более, как бы, отстраненное метафизическое понимание, очень интересное, давайте, как бы, быстренько его посмотрим, да, дальше начинается такая раскрутка, Хазаль-мудрецы, они уже сказали такую штуку, высказали такую гипотезу, да, о том, что книги, книга Брешит, книга Авраама и Цкакова-Якова называется Сифрам, Шаль Авраам и Цкакова-Яков, Шенекру и Шарим. Авраам и Цкакова-Яков, они называются, ну, как бы, прямолинейные, праведники, прямые, так сказать, прямые, да, поэтому книга, в которой описана эта идея, она тоже называется книга прямостей, так можно сказать, как это связано с книгой Яшуа, почему, потому что следующая фраза после вот этой истории, да, с солнцем и луной, сказано в Иалло иктува альсефира и Ашан, и об этом написано в книге Яшан, в книге прямоты, так можно сказать, и мудрецы объясняют, это комментируется, книга прямоты, это книга Сефир Брешит, в которой описываются книги прямых, Аврама Ицакова и Якова, да, а теперь давайте посмотрим, как это сказано, как это сказано напрямую в книге Яшуа, еще раз, еще раз, и вот, замерли солнце и луна, и стояли до того, как отомстили врагам, или народу вражескому, и это описано в книге Яшарим, и мы из этого видим, что вот этот сон Яшуа, в котором поклоняются солнце и луна, поклоняются ему, чудесным образом осуществляется во времена Яшуа Бенуна, который из потомков Йосефа, окей, теперь дальше, смотрите, очень интересная история, еще одна, теперь мы смотрим, где, как бы, эхо, отголоски вот этого великого сна, который видел Йосеф, где его отголоски, отголоски вот какие, вы помните вот это вот описание, ну, как бы, из, так можно сказать, разборки, в семейный, после того, Йосеф объявляет об этом сне, да, все равно потрясающая фраза, непонятная, когда после того, как Яков, Гаар, да, он осек, если так можно сказать, Йосефа сказать ему, что ты бред вообще говоришь, мать давно умерла, перестань это самое, сводить всех с ума, вот, тем не менее, сказано, выявив, Шамара, это давар, тем не менее, он это запомнил, а где это мы видим дальше, нити этого, да, мы эти нити этого видим, в благословлении, которое дает Яков перед смертью, вы знаете, Яков перед смертью, Йосеф приводит ему двоих сыновей, которые делились у него в Египте, Менаш и Ефраин, и там произошла некоторая такая странная история, да, Яков, он как бы собрался с силами, и, наверное, Йосеф ему помог, как бы, усесться получше у изголовья кровати, но когда Йосеф подвел ему двух братьев своих, он, давая им бароход, да, он поменял руки, он поменял руки, поменял руки, положив правую руку, ну, и как бы правая рука, по-видимому, дающая более сильное благословление, должна лежать на первенце, а левая должна лежать на втором, то есть должна была лежать, правая рука должна быть на Менаш, а левая должна быть на Ефраине, а он положил так, Йосеф как бы подумал, наверное, прежде всего, что как бы отец по старости ошибся, и он ему говорит, ты как бы не прав, потому что Менаша на самом деле первенец, а на что ему Яков отвечает, он ему говорит, все нормально, это специально, и дальше говорит такую бараху, говорит, дает бараху Менаши, а потом говорит про Ефраима, который тоже, как Йошуа, из эра Йосеф, и он ему говорит, выулам Ахифа Катан, и несмотря на это, то есть на все то, что получит Менаши, Ахифа Катан, младший брат, то есть Ефраим, и к дальмимену, он будет более великим, чем он, чем Менаши, везар ойе малэ гуим, и его потомство будет многочислено, как мы можем это теперь понять, в свете вот той модели, которую мы строим, речь идет про Йошуа, и это, по-видимому, то объяснение, которое можно сказать, это, по-видимому, то, что Шамар Яков в конце жизни, как бы поняв, что вот то, что видел Йосеф, то, что видел Йосеф, во-первых, то, что, по-видимому, связано с пропитанием, все осуществилось один к одному, да, а кроме того, кроме того, это, это будет во времена Йошуа, вот это такая интересная, вот это такая интересная, еще одна линия более высокая, теперь смотрите дальше, последнее, то, что я хотел сказать, время как бы не остается, буквально чуть-чуть, несколькими как бы точками, переходя на еще более высокий уровень, какой, потрясающий уровень, значит, кроме вот такого, как мы видели, тоже чудесного, интересного, потрясающего, но кроме того, исторического воплощения, либо признаменования, которое Йосеф увидел в своих снах, да, и которое осуществилось во времена Йошуа Бенуна, да, кроме того, есть некоторая центральная тема, огромная, большая и очень интересная, которую Ханан Парад называет ни больше, ни меньше цадих Йесо Даолам, праведник, основа мира. И дальше развивается такая очень интересная тема о том, что, я сейчас своими словами быстро пересказываю, мы видим как бы в реальности огромное количество пазл, салат, скажите как угодно, исторических событий, которые двигаются людьми, историческими личностями, да, тема личности в истории, как бы, и так дальше. Но можно усмотреть во всем этом, усмотреть, те, кто хочет усмотреть, можно смотреть в этом некоторую основу, которая не видна прямым взглядом, но которую можно предположить, что она является настоящей основой движения мира. какая? Которая заключается в праведниках, настоящих праведниках. Да? В чем это заключается? Вот этот сон, мы видим, он открывает не просто как бы такое озарение, которое было у Юсефа, да, и вот он предвидел, что спустя нескольких поколений, да, будет это учиться в Евошуа. Он, видим гораздо больше, мы видим силу, которая заложена в праведнике, основе мира, цадик-исодо-олам, такой, как Юсеф, да, про которого сказано. А вот дальше идет ряд очень интересных, как бы, ну, не пассажей, а цитат из книги Таилим, да, в которых говорится, какая чудесная, огромная сила есть у настоящих праведников. Например, в книге Таилим, посмотрите, восьмой главе, шестой-седьмой стих говорится, «Вы тахасреу мият мейлоим, вы квод адар театреу». И они, вот эти настоящие праведники, они будут только немного отличаться от Всевышнего, то есть они настолько приближены к нему. Квод вы адар театреу, и слава, и как бы, и сияние, да, их будет облекать. Тамшилуба мася ядеха коль шата тахатраглав. Тамшилуба мася ядеха и все будет происходить по, как бы, их рукам. Они будут, как бы, всем руководствоваться, если так можно сказать. Коль шата тахатраглав. Все будет основываться под его ногами. И это, по-видимому, дает основания мудрецам, да, в Талмуде, в книге Сен-Хедрин, сказать такую фразу. Илуратсу цадиким аюк бор им олам. Что если бы цадиким, праведники, хотели, они бы создавали миры. Теперь дальше заканчивая, тоже очень интересная вот тема, она перекликается с тем, что Юра говорил. Дальше Ханан Парад говорит, смотрите, на все, что мы сказали про Юсефа, мы видим, что Юсеф сам. И вот это вот вторая, или там еще одна очень интересная тема, которая меня всегда поражает, и которая подчеркивает Ханан Парад, я думаю, это сочетание как бы великого, мистического, символического, скажите, как угодно, видения мира, а с другой стороны, как бы человеческого фактора, если так можно сказать. Почему? Потому что мы видим, что Юсеф после всех этих снов, после того, что он чувствует всю эту космогонию, и это праведник, от которого зависит вообще порождение мира, продолжение мира, он сам попадает в совершенно жуткие, я не хочу сказать, бытовые, бытийские ситуации, это то, что сегодня мы слушаем в первой части, история с Эшет Патифар, женой Патифара, истории дикие разборки с братьями, и, грубо говоря, он сам-сам, несмотря на свое вот такое великое фундаментальное свойство, которое мы можем сказать, что Цадик Умот Аула, Цадик Исо Даулам, праведник основного мира, он сам должен очень круто сам над собой работать для того, чтобы достигнуть, достигнуть уровня, как бы, ну, я не знаю, осуществления, его работа над собой над тем, что он, как бы, не согрешил Сэшет Патифар, вся эта история с братьями, да, когда он как бы понял то, что он был неправ по отношению к ним, он простил все эти разборки, сюда, вот это вот совершенно потрясающая смесь чисто человеческих отношений, то есть, это не Цадик, который сидит там где-то на горе в какой-то келе, и вот он что-то такое проповедует миру, что-то не так, нас Тора, как бы, показывает просто сгусток совершенно человеческих отношений, и все это Йосеф должен пройти, прежде чем, ну, вот, полностью войти в статус того, кто называется Цадик Исот Аулам. Последнее, что я хочу сказать, Муша, смотрите, Муша, когда благословляет Йосефа, он тоже, он говорит такое, он тоже упоминает про это, смотрите, какая линия, потрясающая линия, начиная от Йосефа, снов и братьев, потом мы говорим про Якова, благословение Ифраема Минаше, да, сейчас я скажу про Муша, и потом дальше это будет осуществляться времена Йошуа. Муша, когда благословляет, Муша Равейну, когда благословляет Йосефа, он ему говорит, мы негет вуат ашемиш, у ми негет гереш ирэйн, да, Йошуа, правильно. Нет, Йосефа, Муша благословляет именно Юшефа. Йосефа благословляет, это не правильно, Муша дает благословение перед смертью всем коленам, в том числе, колену Йосефа. И он говорит, что приблизительно можно перевести так, будет, то есть твое наследие будет, это сладость, от сладости солнечного урожая и от сладости производимого луной. Ну, там есть объяснение, что луной производятся огурцы и дыни, что-то типа этого, которые растут ночью, а вот солнце, которое дает солнечную силу произрастанию. На всяком случае Моше Рабейну тоже упоминает Шемеш в Ярех, вот это потрясающе. То есть еще одна линия. И последнее, чем я хочу сказать, да, заканчивая как бы про сны, да, тоже то, что у всех на устах, то, что о возвращении в Цион, да, тоже говорится про Холомо. Что сказано в книге Яшуа, да, когда он говорит в 24 главе, 23 стих, посмотрите, связывается единой нитью, опять говорится про сны. Как, что говорит, что говорит пророк Яшуа. Выхафра альвана вебушата хама. И будет позор солнцу и стыд луне. Опять луна и солнце. И они все время вот в этом отрицательном как бы контексте, как у Яшуа, да. Почему? Ким Аллах Ашем Цваот, Беар Цион Берушалаем. Потому что будет воцариться Ашем Цваот, бог всесильный, на горе Ционов в Ярусалиме. Венегет сканав кавот. Ну и напротив, как бы, всех мудрецов его слава. То есть, опять он упоминает солнце и луну, которые, по-видимому, по-видимому, были как бы завоеваны впервые вот в этом сне Йосета, который мы сегодня разбираем. Ну, вот как бы так, на одной ноге, потому что я хотел перескать Ханан Парата. На мой взгляд, мне было это очень интересно. Я надеюсь, что, как бы, ну, присутствующие тоже, те, которые будут слушать в записи, они тоже как-то, в общем, им это понравится. Может быть, будут какие-то вопросы и так дальше. Если у кого-то есть какие-то вопросы, замечания, то, как бы, пожалуйста, вполне можно их рассмотреть. Окей? Натан, обалдеть! Да, вот такая, по-моему, очень интересная сфера. Можно я тебя использую, когда буду писать для еврейской газеты? Да, ну, обязательно сошлись на Ханан Парата. Ссылки на Ханан Парата. Да, я очень надеюсь, очень надеюсь, с Божьей помощью, когда освободится, там народ говорит, когда выйдет на пенсию, сейчас уже будет как недалеко. Вот, я надеюсь, что мне как-то удастся какие-то отдельные статьи, может быть, написать по-русски, чтобы это был перевод, потому что, мне кажется, Ханан Парат, у него, мне очень нравится его даже не то, что комментарий, а его подход, подход, который соединяет, с одной стороны, классические комментарии, с другой стороны, современную, как бы, философию Гиди Равкука, вот, который строит некоторую историческую перспективу, но при этом завязывает все это на жизненных отношениях и на, как бы, на земле Израиля, в которой он жил, сражался за нее и погиб. Окей? Ну, хорошо, давай тогда, может быть, если больше вопросов нету. Обалдеть. Да, по-моему, тоже очень интересная, очень интересная, если так можно сказать, схема. Причем эти схемы, они все наполнены, как бы, глубоким смыслом про роль, роль настоящих праведников в мире, про как раскрываются сны, потрясающие, в любом случае, если захотите дальше подумать, у вас будут, как бы, какие-то еще мысли и так далее, пожалуйста, у нас есть чат в Телеграме, у нас есть сайт lelmo.ru, на котором тоже можно описать комментарии на странице этого курса. Ну, по-моему, какую-то лепту мы вложили в изучение вот этих потрясающих разделов, которые перед нами проходят. Следующий недельный раздел, это тоже, в общем, вся фантастическая история с братьями. Там есть много чего сказать. Окей, хорошо, на этом заканчиваем. Да. Окей, тогда всем счастливой, до свидания. Да, Дина, спасибо за урок, очень интересно. Да, окей. Спасибо, Наталья. Да, Лена, счастливо, до свидания. Всем счастливо и пока. Оставайтесь на нашем канале, так Нахан говорит. Окей, пока. Субтитры сделал DimaTorzok.